В массовой аварии на въезде во Владивосток приняли участие более 20 автомобилей. ДТП произошло из-за гололеда и превышения скорости самими автомобилистами. Непогода преподнесла автолюбителям Владивостока крайне неприятный сюрприз. Вечером дорога на въезде в город покрылась тонким слоем иния, и, очевидно, не все автомобилисты учли это обстоятельство. Начало череде столкновений положил водитель Ниссана Ванет, направлявшийся в город. На одном из поворотов машину понесло влево и через секунду микроавтобус влетел в леерное ограждение. В ожидании инспекторов ГИБДД хозяин Ванет включил аварийку и отошёл от машины на некоторое расстояние. Мужчина ещё не знал, каким последствиям приведёт его небольшое ДТП. Момент, с которого началась масштабная автомобильная свалка, виден на записи регистратора Toyota Land Cruiser Prado, которая стала одним из участников ДТП. Три разбитые автомашины, стоящие на спуске, стали серьёзным испытанием для попутных авто. Водители не успевали вовремя затормозить, и машины начинали биться одна за одной. «Она начинает тормозить, и она бросает по дороге. Она бьёт меня, меня начинает крутить по дороге. Ну, я в леера и догоняю его нет. А все остальные машины получаются?» «А все остальные, ну, там, пробочка образовалась. Ну, здесь больше было машины, половина поразъезжалась». В итоге за пару часов на этом участке дороги побилось более 20 иномарок. По мнению самих водителей, причина многочисленных ДТП одна – несоблюдение скоростного режима. «Вот это случилось, так? А потом мы уже стояли, женщина здесь ехала тоже по тормозам, и вот бордюр её развернула и осталась она». «Женщина на какой машине?» «А вот на этой белой машине». Для обеспечения безопасности при оформлении ДТП госавтоинспекторы выставили в ряд два патрульных автомобиля. Эта мера предосторожности не помогла. Резко затормозивший микроавтобус снёс обе полицейские машины. Дальше события разворачивались как в кино. Финальной точкой в ДТП стал джип Митсубиси Паджеро. Его владелец не справился с управлением, на полном ходу снёс металлический забор и сорвался с Косагора. А точно можно сказать лишь одно – всем автомобилистам в этот вечер повезло. Никто из людей не получил травм. По мнению самих участников массового столкновения, жизнь и здоровье гораздо дороже разбитых авто.